Доброго времени суток, мой дорогой зритель. Я очень рад, что ты зашел именно на мой канал, кликнул по этому видео. Я думаю, ты насытишься полезной информацией, узнаешь всего много нового. И, конечно же, не забудешь глянуть ссылочки в описании. Все они весьма информативные, и там присутствует очень много живого общения. Если ты, конечно, сам проявишь инициативу. Ну что ж, приятного просмотра. В текущий момент существует, ну просто, огромнейшее количество маунтов. Мне, конечно, за почти 9 лет игры удалось собрать многих, но все же не всех, увы. В текущий момент, если открыть коллекции, написано 430 маунтов. Ну, это лишь все из-за того, что какие-то там общие, какие-то дробятся на фракции. Ну, а если смотреть по достижению, это самый верный способ. 379. В этом видео хотелось бы поговорить о тех маунтах, которых мне хотелось бы зафармить в ближайшее время. И некоторых можно было бы пофармить вместе с вами на стримах. Первые два маунта, это маунты, покупающиеся за дублоны Мэри Плавателя, 500 и 1000. Собственно, дублоны фармятся со странных экспедиций. Это можно будет реализовать вместе с вами. И насладиться почти нововведенным контентом. Крысоконь это легионовский маунт, которого можно добыть со стоков Долорана. Вся суть основная его заключается в том, что нужно добыть 20 тысяч незрячих глазок. За как пвп убийство, так и в принципе за убийство пве каких-либо мопцов. Все там весьма интересно и разбито по фазам. Так что, если у кого-то будет желание, то это можно будет также реализовать на стриме. Контент легиона пропитан маунтами, которые дропаются с рейдов. Первый это червь бездны, добывающийся с гробниц Саргераса. Второй это ядро инфернала, собственно добывающиеся с цитадели ночи, самого последнего босса Гулдана. Это также можно будет реализовать вместе с вами. Система престижа в пвп, которая была введена относительно недавно, позволяет лутать маунтов. За 70 уровень престижа я получил маунта, ну а следующий идет за 125-й. В принципе, бегая, различные РБГ, аренки, ты просто самые обычные БГшки. Можно лутать очки чести, следовательно повышать уровень престижа, и можно реализовать это вместе с вами. Почему бы и нет? Конь Ревендера. Сколько же в нем страданий на самом деле. Мне кажется, я тысячу ранов сделаю за ним, и он в итоге все равно мне не упадет. Это будет эпический соло-фарм. Я уверен. Хоть я и начал играть с конца Лич Кинга, но конкретно Катаклизм я уже застал в самом начале, и отыграл его весь полностью, как и, собственно, все следующие дополнения. А вот маунтов как-то я не отфармил с самого последнего рейда Души Дракона. Поэтому весь фарм, который представлен в виде маунта, эксперимента 12б и Пылающего Дракона, является соло-фармом, и мне надо бы заняться этим, действительно. Мы все сделаем как цивилизованные люди, проведем голосование в ВК-группе, ну а для тех, у кого ВК нет, можете просто в комментариях свой голос оставить, и тем самым решим, какого маунта в ближайшее время мы будем фармить вместе с вами. Ну а в свободное время просто буду заниматься соло-фармом трех последних маунтов. Как-то так. Вся информация была взята с сайта SimpleArmory, ссылочку его я оставлю в описании. Там очень легко им пользоваться, на самом деле. Просто вбивайте сервер, вбивайте ник персонажа, и все, готово. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, покоряйте новый контент. Субтитры сделал DimaTorzok